Здравствуйте. Тема сегодняшнего вебинара. Здравствуйте все. Тема сегодняшнего вебинара. Проектируем свой электронный учебный курс в LMS Moodle. Здравствуйте. Презентация будет доступна. Сейчас мы с вами на эту тему поговорим. Я скажу несколько слов, объясню, прокомментирую, что имеется в виду. Итак, давайте мы приступаем к нашей презентации. Здравствуйте. Значит, первое, что я хочу сказать, что электронное обучение сейчас уже стало реальностью. И в законе об образовании у нас есть статья 16, где написано, что реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Причем она сформулирована очень длинно и запутанно. Передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействия обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных сетей при опосредованном на расстоянии взаимодействия обучающихся и педагогических работников. Вот. Теперь, что... Какое мы подведем резюме? Резюме мы подведем здесь следующее, что электронное обучение. Электронное обучение, это термин, который используется, это процесс учебы с использованием информации, представленной в цифровом формате и соответствующих технических средств. Электронное обучение надо отличать от дистанционного. Дистанционное обучение, это просто обучение на расстоянии с использованием телекоммуникационных средств. Поэтому это сейчас разные вещи. Электронные учебные курсы и дистанционное обучение, хотя они часто между собой сопрягаются. И обычно используется термин «еленинг» английский. Специалисты ЮНЕСКО говорят, что это обучение с помощью интернета и мультимедиа. Вот примерно такая у нас с вами рамка. Мы с вами сегодня должны рассмотреть вопросы, связанные с электронным обучением, а не с дистанционным доступом к этому электронному обучению. Ну, вообще, в принципе, идея, чтобы учить без личного присутствия учителя, она появилась тоже мне сегодня. Еще в 1728 году было объявление в Ботстонской газете о том, что студентов набирали на курсы с кинографией и бухгалтерией. И обещали развитие навыков, что все навыки могут быть получены так же, как если бы ученик присутствовал лично. Так что, в общем, идея дистанционного обучения или обучения как бы учителя в разрыве коммуникации. То есть обучение – это прежде всего коммуникация. Эта коммуникация может быть прямой и непосредственно, или может быть как-то разорвана. И с помощью каких-то средств. В принципе, эта идея – это не нова, она достаточно давно использовалась. Просто ее сейчас поставили на электронную основу, и еще этому сильно помог ковид. Можно сказать, вот разделить следующие типы коммуникации, что у нас есть с вами при очном обучении у нас есть прямая коммуникация. То же самое, фактически, очное обучение с помощью прямой коммуникации мы с вами ведем через онлайн-платформы, которые обеспечивают синхронное обучение. Синхронное обучение, синхронная коммуникация значит, что в назначенное время и учитель, и ученик одновременно выходит на коммуникационную платформу. И с помощью этой коммуникационной платформы между ними идет коммуникация. И есть, собственно, здравствуйте, есть электронная коммуникация, когда идет обучение асинхронно. Асинхронно означает, что преподаватель и готовит заранее электронные учебные материалы, а слушатель в любой удобный для него момент заходит на соответствующую платформу, рассмотрит эти учебные материалы и на этом таким образом обучается. То есть, собственно говоря, электронные учебные курсы, они предназначены для третьего вида, для асинхронной коммуникации. Потому что если коммуникация синхронная, то, соответственно, нам только нужны презентации, которые вы, может, потом скачаете. А для асинхронной коммуникации нужно больше учебных материалов, нужны тестовые вопросы, нужны конспекты лекции и так далее, для того, чтобы вот эта асинхронная коммуникация производилась. Дальше. Что такое у нас с вами обучение? Сейчас педагогика уже дошла до такой степени, что обучение представляется как целенаправленный педагогический процесс, это его определение, а педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками развития творческих способностей и нравственных и этических взглядов. То есть это сюда тоже входит. Так вот, что характерно, здесь подчеркивается, что обучение целенаправленный процесс, то есть целью его обучения является то, чтобы слушатель овладел какими-то компетенциями, овладел какими-то компетенциями, чтобы у него сформировалась некая система ценностей, чтобы у него развились творческие способности и так далее. И больше того, с развитием электронного обучения переместился смысл обучения, появился новый термин педагогические технологии. Появились термин педагогические технологии, с помощью которых вот этот целенаправленный процесс можно производить. Вот. Педагогическая технология. Педагогическая технология – это специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящих всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой отклонения. То есть я хочу обратить внимание на следующее, что само по себе слово технологии, оно же было заимствовано из техники, даже однокоренное слово с техникой, технологией, вот, и, соответственно, оно перешло в образовательную, в гуманитарную сферу, вот, с развитием электронных учебных процессов, с развитием электронных образовательных технологий. Это первое. То есть процесс обучения приобрел новый фундамент, новую основу, новую базу. Если раньше говорилось, что процесс обучения – это некая коммуникация, некое таинство, некий процесс, то сейчас это, в общем-то, технология. Во многом стали на нее смотреть, как на технологию. Во-вторых, стали смотреть на нее с точки зрения требований, которые здесь описаны. С точки зрения требований, это означает, что процесс всегда должен приводить к достижению прогнозируемого образовательного результата. Ну, правда, делается маленькая оговорка, так сказать, чтобы задний ход можно было дать, в случае чего, что с допустимой нормой отклонения. Но, тем не менее, ставится жесткое требование про достижение прогнозируемого образовательного результата. Соответственно, это будет означать, что, раз из нас требуют прогнозируемый образовательный результат, это, соответственно, нужны кибы – контрольно-измерительные материалы, на основании которых можно будет проверять, сработала наша педагогическая технология или не сработала. Дальше, что здесь я вам хочу сказать, что, в общем-то, уже давно такая есть точка зрения, это, в общем, наша с коллегами, с коллегой, точка зрения, что, поскольку педагогические технологии стали рассматриваться с точки зрения техники, то есть появилось понятие педагогической технологии, то, соответственно, мы можем рассмотреть тогда и пройти по этой дороге дальше и рассмотреть процесс обучения не просто с точки зрения технической, а с точки зрения кибернетики. Что такое кибернетика? Это вам, наверное, надеюсь, известно. Ее придумал Норберт Винер, знаменитый ученый, который занимался в годы Второй мировой войны, он служил при английском штабе, ему поручили заниматься проблемой борьбой с налетами немецких самолетов, а тогда немцы очень сильно, Люфтваффе, кошмарили, они буквально закошмарили Англию своими налетами самолетов, и, соответственно, ему поручили, как молодому интеллектуалу, поручили такую проблему, он занимался управлением зенитным огнем для того, чтобы не допустить налета самолетов. И вот после своей службы, после окончания войны, он вот этот весь опыт осмыслил, переработал и издал книгу «Кибернетика» или «Наука об управлении». То есть кибернетика изучает общие закономерности управления. А проблема управления возникла из-за чего? Проблема управления возникла как раз из-за того, что я говорил на предыдущем слайде, что педагогические технологии требуют достижения результата гарантированно. Гарантированного результата, значит, мы должны с вами уметь управлять процессом обучения для того, чтобы достигать гарантированного результата, потому что иначе, в общем, если пойдет все на самотек, то, в общем, соответственно, результат будет такой же. Ну и для этого мы стали рассматривать кибернетические модели процесса обучения. Кибернетическая модель процесса обучения по Винеру отличается следующим. Винер первый предложил, сказал, что... Винер первый сказал, что выделил отдельно систему управления объектом, сказал, что система управления предназначена для того, чтобы получать информацию от объекта управляемого и осуществлять управляющее воздействие. Причем всегда система управления имеет цель управления. При традиционном способе обучения, как вот здесь вот у нас показано, у нас системой управления является педагогом. Системой управления является педагог. У него есть цель управления. Цель управления у него задана образовательными стандартами. И ему необходимо, чтобы своего слушателя довести, так сказать, до того результата, который от него требуется. Это его цель управления. Для этого у него есть информация об управлении. То есть он берет, рассматривает поведение ученика, его оценки, слушатели и так далее. И проводит управляющие воздействия. Читает лекции, создает тестовые вопросы, контрольные задания и так далее. И вот таким образом он ведет процесс управления для того, чтобы получить гарантированный результат при использовании педагогической технологии. Когда мы с вами переходим к режиму электронного обучения, то у нас получается картина следующая. У нас непосредственный вот этот контакт учителя с учеником разрывается. И посредником становится компьютер. Компьютер должен... Компьютер содержит все электронные учебные материалы. Компьютер принимает всю информацию от объекта управления. И компьютер же осуществляет управляющие воздействия. То есть любой тест, например, он проводится с помощью компьютера. То есть в нем закладываются уже заранее подготовленные вопросы. Соответственно, тестовая система автоматически оценивает эти тесты и автоматически показывает результаты. То есть это все уже процесс происходит без непосредственного участия преподавателя. И поэтому здесь система управления отличается. Цель управления знает педагог. Педагог закладывает определенное... Создает определенные обучающие материалы, обучающие контент. Вот этот контент он закладывает в компьютер. И уже компьютер выполняет роль управляющей системы. Получает сигналы управления. И осуществляет управляющие воздействия. То есть вот так выглядит использование системы обучения при электронном обучении. Поэтому, раз получается такая схема управления, то, соответственно, мы рассматриваем электронный учебный курс как алгоритм. Рассматриваем как алгоритм для обучения студента. То есть это у нас... Это есть вот суть того алгоритмического подхода к процессу обучения, который, ну, так сказать, я с коллегами использую для проектирования электронных курсов. То есть, по сути дела, мы с вами предполагаем, в чем заключается алгоритм. У нас есть некая в голове, есть некая модель поведения студента. И мы с вами предполагаем, какие действия он должен выполнить для того, чтобы прийти к конечному результату. То есть мы фактически строим некий алгоритм поведения студента. То есть мы выстраиваем в голове модель студента и строим алгоритм его поведения. Что он должен сделать для того, чтобы закончить электронный учебный курс, какие он должен выполнить действия. И на основании этих действий мы прогнозируем, что, выполнив вот эти все действия, он получит необходимые компетенции. Вот, собственно, поэтому мы, по сути дела, с вами проектируем алгоритм. Проектируем алгоритм обучения или прохождения электронного учебного курса. Я напомню, что сам по себе алгоритм, слово, термин алгоритм происходит по имени арабского математика Алхорезми, который его первым придумал. И алгоритмом называется совокупность точно заданных правил решения. Точно заданных правил решения какой-то задачи или набор инструкций, которые описывают порядок действий исполнителя при решении некоторой задачи. То есть, почему получается, мы еще раз возвращаясь по этому, почему мы электронный учебный курс проектируем как алгоритм. Им вот именно потому, что мы не выкладываем материалы по какой-нибудь теме и предполагаем, что если студент прочитал эти материалы, он сможет ответить на вопросы нашего теста и ответив на вопросы нашего теста, он приобретет определенные компетенции. То есть, фактически, вот мы как раз задаем эту систему правил, с помощью которой студент должен пройти наш курс, выполнить те действия, которые ему для этого необходимы. Причем, хочу сказать, что алгоритм, не надо думать, что алгоритм это вот такая именно жесткая, жесткая система правил. Потому что у нас с вами есть, мы можем посмотреть на компьютерные игры, там алгоритмы проектируются уже в более свободной форме, то есть, участнику, например, надо набрать определенное количество баллов, тогда ему за определенное количество баллов он получит какой-то там артефакт или какой-то навык, какое-то умение, и неважно, как он наберет эти баллы. То есть, у него есть определенная свобода, определенная свобода действия, определенная свобода выбора, вот, и игры сейчас, как правило, проектируются по сюжетному принципу, вот, поэтому, когда мы... Но, тем не менее, это все равно алгоритм, это не жесткий, но это алгоритм, и поэтому мы, когда говорим об алгоритме, мы не должны думать, что это прямо такой жесткий, жесткий набор действий, вот. Хотя, хотя большинство педагогов, которые начинают разрабатывать электронный учебный курс, они будут придерживаться именно вот этого жесткого, жесткого принципа, который можно показать следующим образом, как работает алгоритм. У нас с вами есть тематический план учебного курса, и у нас есть тема 1, мы все писали тематические планы учебных курсов, вот, у нас есть тема 1, у него там какое-то содержание, тема 2, у него какое-то содержание, там, тема такая, это у него какое-то свое содержание. Как мы с вами трансформируем тематический учебный план в алгоритм прохождения курса. Тематический учебный план мы с вами трансформируем следующим образом. Мы его трансформируем в алгоритм. Вместо темы 1 мы получаем шаг 1 алгоритма. Для того, чтобы освоить это содержание необходимо выполнить такие-то действия. Тему 2 мы с вами преобразуем в шаг 2. Для того, чтобы освоить тему 2 нам нужно выполнить такие-то действия и так далее. Мы таким образом с вами фактически создаем алгоритм прохождения учебного курса. Это называется алгоритмический подход к проектированию учебного курса. Типичный шаг алгоритма заключается в следующем. Первый шаг алгоритма мы должны предоставить студенту информацию. То есть как бы мы информацию отправляем с нашей стороны, отправляем нашему контрагенту, нашему студенту. И соответственно мы должны обязательно получить обратную связь. Получить должны обратную связь. Вот это опять же особенность этого подхода, потому что есть, например, курсы с нежесткими, с нежесткой системой подачи материала. Когда вы просто выкладываете какие-то образовательные материалы, обучающие, и не требуете обратной связи. Мы всегда в корпоративном стандарте это записано, что каждая тема должна сопровождаться обратной связью. То есть мы на любое наше действие должны получить обратную связь от студента. Она может быть в разных формах. Мы потом посмотрим, в каких формах возможно получать обратную связь. После этого мы с вами должны принять решение, освоим материал или нет. И соответственно после того, как мы, как даже не мы принять решение, компьютер может принять такое решение. Например, студент не набрал определенного количества баллов. Принимается решение, что материал освоен или нет. И соответственно мы допускаем студента к следующему шагу. К следующему шагу, к следующей теме нашего учебного курса. Вот получается так реализуется алгоритм работы, алгоритм обучения. Соответственно, когда мы с вами рассматриваем, мы потом еще перейдем непосредственно к мудлу. Тут немножко получилось, что этот слайд забежал вперед. Вот. Ну, поэтому про мудлу мы еще поговорим отдельно. А здесь вот в кавычках стоят элементы, которые есть, имеются в мудле. Для того, чтобы использовать их на том или ином шаге алгоритма и в том или ином качестве. Значит, в качестве того, чтобы предоставить информацию, у нас с вами может быть элементы, которые называются файл. Файл это просто файл, но его надо подготовить. И в качестве этого файла может, например, выступать презентация. Может выступать ваше учебное пособие, которое сделано в формате PDF. Ну, может быть, какой-то ролик. Вы можете разместить на него ссылку или расположить на странице. Ролики сейчас модно располагать. Вот. Ну, рисунок, графическая схема. Вот это все может быть файлом. Точно так же можно содержимое разместить в элементе, который называется страница. Это типичная веб-страница, на которой можно разместить тоже разнообразные элементы. Текст, файл, ссылки и так далее. То есть вот этот весь модное слово story telling. То есть рассказ вы здесь можете размещать. Причем могу сказать, что недавно наш университет приобрел студию для записи роликов. И вообще-то сейчас рекомендуют, так сказать, последние моды, последние идеи. Когда люди поняли, что при просмотре ролика через 7-10 минут у слушателей падает внимание, то, соответственно, рекомендуется делать такую страницу с несколькими роликами. То есть небольшой ролик 5-7 минут, потом какой-то текст, потом снова небольшой ролик, потом снова текст и так далее. Для того, чтобы у слушателя не падал уровень внимания. Чтобы не падал уровень внимания. И вот это все можно разместить в элементах страницы. Можно разместить в элементе книга. Это уже на выбор преподавателя. И мы там рассматриваем в курсе, что это такое. Элемент лекция. Лекция это самый сложный элемент. Сложность его связана с тем, что фактически элемент лекции это некий интернет в миниатюре. Он совмещает в себя возможности к книге, элемента книги. То есть у нас есть одна страница, на которой мы можем разместить контекст. У нас есть книга, которая состоит из нескольких страниц, на которых размещен контент. И у нас есть лекция, которая состоит из нескольких страниц и тестов. И в зависимости вы можете сразу в оперативном режиме сделать так, чтобы слушатель прочитал, познакомился с каким-то материалом, прочитал контент. Потом ответил на вопрос. Потом в зависимости от того, как он ответил на вопрос, можно его или пропустить дальше или вернуть на предыдущий раздел. Это лекция такой интегральный элемент, который все совмещает. Следующий элемент глоссарий. Глоссарий можно использовать двояко. Его можно использовать как в качестве просто пассивного глоссария, который должен смотреть пользователь. Можно его использовать в качестве активного элемента. Для того, чтобы проверять знания студентов. То есть можно сделать глоссарий, пополнял слушатель. И тогда он будет активным элементом. Вот, соответственно, получить обратную связь мы можем с помощью специальных элементов задания, типа задания. То есть мы формулируем задание, собираем отклик. Это может быть форум, это может быть семинар, это может быть задание. Вот, это мы тоже с вами рассмотрим в ходе курса. И принять решение. Материалы, которые помогают принять решение, это тест. Это словесные игры. Это опять же элементы связаны, когда мы сами ставим оценки. Сами мы ставим оценки, когда используем элементы форум, здравствуйте, и элементы задания. Вот, в тесте мы, в тесте оценка подводится автоматически. В словесных играх тоже подводится автоматически. Ну и принять решение о том, допустить ли к следующему шагу, допустить ли к следующей теме. Это достигается настройками, настройками тем. Вот. Поэтому это вот такая вот схема проектирования, алгоритмического проектирования учебного курса. Значит, схему можно связывать между собой. То есть у нас есть тема 1, у нас есть тема 2, у нас есть условия. И вот эти проверяются условия в зависимости от того, как слушатель усвоил предыдущий материал. И можно открывать доступ к следующей теме. Вот. То есть там на самом деле очень много этих условий. Не только по завершению этого элемента. Можно открывать через определенное время. Можно открывать определенным людям. По их принадлежности можно в зависимости от выполнения элемента. Там очень много условий. Очень богатая. Это очень богатая структура. По связыванию различных тем между собой. Значит, вот. Это все реализовано в LMS Moodle. LMS это Learn Management System. Система управления курсами или электронное обучение. Вот. Она известна как система управления обучением. Можно ее рассматривать как виртуальную обучающую среду. Придумал ее Мартин Дугеомас. Причем начал он ее придумывать еще в бытность студентам. Он тогда написал первый прототип вот этой вот системы своей. И с тех пор, дай ему Бог здоровья, значит, он развил это все в большую компанию. Вот. Ведущую мировую компанию по управлению обучением. У него там, по-моему, порядка 100 тысяч, если не больше, инсталляций по всему миру. Ну, уже или несколько. Ну, в общем, большое количество инсталляций. По-моему, 300 программистов, которые там пишут ее и совершенствуют, дописывают и дописывают там все время что-то. Она быстро достаточно у них эволюционирует. Все время выходят новые версии, в которых расширяются функциональные возможности. И современный Moodle, если мы его посмотрим, он совсем не похож на обучающую систему предыдущих поколений. Они достаточно быстро идут вперед и достаточно быстро совершенствуют свой продукт. Есть компания открытой технологии 3К, которая, у них открытый исходный код. Moodle это модульная, объектно-ориентированная, динамическая обучающая среда. У них открытый исходный код. Поэтому в силу этого вам не требуется покупать лицензию на эту систему. Вы можете просто скачать, вам требуются необходимые компетенции, только чтобы ее установить и развернуть. На саму систему покупать лицензии не требуется. Так, а у кого говорят, что пропал звук и видео? Скажите мне, у кого-то еще пропал или нет? А, идут, да? Ну, все хорошо. Вот, покупать лицензию не требуется, требуется только компетенции. И есть отечественная компания, открытая технология или 3К, они проводят тоже какие-то конференции. Ну, они как бы научные конференции проводят больше. Вот, и они создают свою русскую, свой русский аналог этой системы, дописывают свои модули. У них, в частности, есть модуль деканат. Ну, опять же, насколько можно вкладываться в обучающую систему, потому что любая информационная система – это не просто пассивная программа. Это, опять же, тем более, что это оболочка, оболочка, и она имеет свою философию в основе, она имеет свою философию в основе, значит, и, соответственно, также точно управляющая система Moodle, Limes Moodle, имеет свою философию, которая заложена в ее основе. В этой основе, во-первых, 3, ну, там по-разному, кто 3, кто 5 насчитывает. Вот, а первое, первый принцип – это конструктивизм. Конструктивизм понимается здесь следующим образом, что необходимо не просто получить знание, не просто получить информацию, а необходимо ее интерпретировать. То есть, ну, вы все знаете сами, педагоги, вот, что мало что-то рассказать ученику, а вот если он сам сделает презентацию, сделает реферат или еще что-то, то есть он интерпретирует информацию, вот тогда он по-настоящему получает, переосмысливает и получает знания. Вот, и поэтому там предусмотрены все необходимые элементы для того, чтобы была интерпретация знаний. Следующий принцип – конструкционизм. Конструкционизм, опять же, заключается в том, что выгоднее, знания лучше усваиваются в процессе сотрудничества. В процессе сотрудничества, поэтому, когда группа работает, она что-то создает, особенно совместно. Поэтому в Мудле есть режимы групповой работы, предусмотрены многочисленные, ну, не многочисленные, но предусмотрены режимы групповой работы. Обычно мы консервативно, педагоги консервативно к этому подходят, консервативно мыслят, вот, предпочитая индивидуальные задания от студентов, но вообще там в Мудле есть и режимы групповой работы. Вот эти режимы групповой работы необходимо как можно шире использовать. Это соответствует идеологии конструкционизма. И социальный конструктивизм, что это в общем продолжение предыдущего принципа, что необходима работа в группах, взаимодействие в группах и вершиной социального конструктивизма является цель, к которой нужно стремиться при создании электронного учебного курса. Вы должны создать сообщество. Сообщество обучающихся. То есть лучше всего обучение проходит в том случае, если мы имеем дело не с изолированными студентами, а сообществами обучающихся. И мы потом поговорим, какие есть средства и какие есть способы для того, чтобы создавать вот это сообщество в рамках электронного учебного курса. Соответственно тоже для преподавателя эти все средства есть. Значит теперь перейдем непосредственно к учебному курсу. Значит полный объем 72 часа. Взаимодействие слушателей с помощью элементов форум. Десять вебинаров предусмотрено во время курса. Полтора академических часа. Записи вебинаров доступны будут слушателями на постоянной основе. Вот. То есть и количество тем в курсе 10. То есть по каждой теме происходит один вебинар. И потом по этому вебинару слушатели должны выполнить практическое задание. И материалы этого вебинара, эти записи будут доступны слушателям. Будут доступны слушателям. Значит материалы по темам курса можно сохранить у себя. И есть два режима. Два режима изучения курса. Один режим изучения курса, когда вы просто слушаете эти материалы и выполняете задания. И второй режим изучения курса, когда вам дается в этом режиме песочница. Это пробный учебный курс. Вы в рамках вот этого пробного учебного курса у себя в этой песочнице можете попытаться повторить какие-то действия, что-то создать, попробовать для обучения. То есть есть два режима. Один просто для записи, презентации этого вебинара будут доступны. Один просто режим обучения. И второй режим обучения с практическим применением. Когда в вашем распоряжении будет пробный электронный учебный курс, где вы будете полным хозяином и можете сами создавать необходимые инструменты и использовать их. Значит, темы, темы, которые сегодня мы в части этих тем прошли, это будут основные понятия, термины электронного обучения, отчуждаемый подход, алгоритмический подход, типичный алгоритм. Мы во многом проговорили, поэтому, может быть, мы там поменяем еще что-то, сделаем новое. Вот. Принципы разработки, которые лежат в основе мудла. Ну и посмотрим, соответственно, возможности генеративного искусственного интеллекта для разработки учебных материалов курса. Потому что искусственный интеллект – это сейчас модная тема. Хотя я здесь сразу скажу, что я здесь придерживаюсь птической позиции. В том плане, что мне очень нравятся слова Игоря Ашманова, нашего крупнейшего IT-предпринимателя, который сказал, что огромный минус искусственного интеллекта заключается в том, что формирует привычку к невзыскательности. То есть с помощью методов искусственного интеллекта вы получите шедер. Вот. Вы можете получить обратный средний уровень, но никогда не получите шедер. И вот это отсутствие возможности получить шедер, но формирует привычку к невзыскательности с таким неким средним решением, средним материалом. Ну, потом мы попробуем посмотрим. Педагоги и дизайн электронного курса, модели разработки электронного курса, концепция курса, техническое задание, проектирование. Важный очень вопрос. Проблемы со звуком тут говорят. Какие это у всех стали? Ну, давайте отключим камеру. Сейчас я ее отключу. Что? Вот тема 2. Это педагогический дизайн электронного курса. И там очень такой важный, сложный вопрос. Это трудоемкость разработки курса. Это вопрос сложный, болезненный. Потому что... Потому что болезненный. Потому что болезненный. Вот. И посмотрим, что с этим можно делать. Дальше тема 3. Это пользователи, их роли, система управления правами доступа, курсы и категории, структура учебного курса, система настроек, правила хорошего тона при создании курса. Вот мы сейчас в университете создали не просто правила хорошего тона, а создали корпоративный стандарт по тому, каким образом должен быть оформлен электронный курс, какие он должен включать в себя обязательные элементы. Вот. И это будет тема 3. Следующая тема это коммуникация со слушателем и элементы для передачи информации. Коммуникация со слушателем, передача информации, элементы рассматриваются для передачи информации. Это те, о которых мы говорили. Файл страниц, книга лекция, глоссарий. Блок схема для проектирования лекции. Посмотрим, как это выглядит. Мы с вами получимся проектировать эти лекции. Вот. И посмотрим, как это выглядит со стороны студента. Дальше у нас с вами процесс мы в соответствии с алгоритмическим подходом рассматриваем обратный процесс, элементы для получения обратной связи, опять же задания, форум, анкета. Там много всего, много всяких элементов, с помощью которых мы можем получить отклик. А мы с вами сформулировали вот этот железный принцип, которого мы будем придерживаться, что если мы какую-то информацию дали, что-то дали, мы должны получить обязательно обратную связь. То есть я не сторонник того, чтобы просто так вот обучающие материалы пихать без получения обратной связи. Дальше шестая тема, это средства контроля тестов, то есть тесты. Вот. Тесты и банки вопросов, типа вопросов, проектирования и создания тестов. В общем, опять же, как это выглядит со стороны студента. Ну, тут про тесты вообще можно говорить очень долго и много, потому что тест, я считаю, элемент очень недооцененный или очень неправильно оцененный, потому что мне все время приходится слышать множество таких обсуждений о том, что тест это вот как бы что-то такое простое, что на него легко отвечать с помощью гугления простого. Вот. Это совсем не так. Вы можете создавать вопросы, которые просто так не прогуглишь. Там есть все возможности для этого. Во-вторых, тест даже можно использовать для подачи материала, то есть как обучающий элемент, не только как элемент тестирующий. Там заложены все возможности для обучения с помощью теста. Это достигается системой комментариев. Когда пользователь, ну, потом это мы посмотрим, слушатель выбрал определенный вариант, ответ ему можно дать развернутый комментарий, почему это неправильно. Поэтому тесты это большая сложная тема, которая очень многогранная, ее можно очень долго изучать. Ну, что там мы там, что сможем, то изучим. Дальше, вопросы, связанные с аналитикой и геймификацией. Это вопросы очень важные, потому что при электронном обучении одна из самых важных и необходимых составляющих – это эмоциональное вовлечение. Эмоциональное вовлечение, как добиваться этого эмоционального вовлечения, как его можно создавать, это эмоциональное вовлечение, потому что минусом электронного обучения является как раз отсутствие вот это затруднение обратной связи и отсутствие эмоционального вовлечения. и каким образом, какие способы есть для того, чтобы это эмоциональное вовлечение формировать. Ну и здесь же мы, может быть, поговорим про анализ цифрового следа. Потом восьмая тема – это настройка системы компетенций. Но у нас, я не знаю, насколько это актуально, потому что система компетенций – это западное изобретение, а ей попытались заменить знакомую советскую триаду знаний, умений, навыки, которая у нас была. Но по большому счету она не прижилась, несмотря на тонны из писанной бумаги диссертаций, грантов, которые получили разработчики. Она по большому счету не прижилась, хотя в принципе ее можно настроить, ее можно использовать. И вообще это полезная вещь. Ну, не знаю, даже с точки зрения перспектив сейчас образовательных, когда будет переход к пятилетней системе и внедрения, на переход на… Основным станет профилем специалист. Ну, трудно прогнозировать, насколько здесь будет сохраниться эта система компетенций и в каком виде. Ну, потом тема организационная – это зачисление на курс, способы зачисления на курс, формирование группы, группы, потоки, глобальные группы, потоки массовой операции со студентами, зачисление, отчисление, создание группы и так далее. Вот это все организация, которой должен, по идее, заниматься деканатом. Вот это что-то вот из этого типа. Это девятая тема. И десятая тема – это мы с вами говорили, что электронный учебный курс – это интеллектуальная собственность. Поэтому рассмотрим понятие интеллектуальной собственности, рассмотрим интеллектуальную собственность, каким образом она появляется в ВУЗе, какие виды интеллектуальной собственности появляются в ВУЗе. И рассмотрим порядок регистрации учебного курса и потом в завершении, вот каким образом можно зарегистрировать учебный курс в РИНС. Это тоже возможно, его там зарегистрировать. Ну и, соответственно, каким образом делается экспорт курсов и каким образом можно арендовать платформы для создания курсов. Сейчас есть, Moodle, например, выпустил отдельную платформу Moodle Cloud, значит, облачный Moodle, там вы можете тоже размещать свои учебные курсы, можно там их обмениваться и так далее. Там много тоже вопросов, связанных с такой организацией учебного процесса. Вот это темы, это все темы учебного курса, которые предлагаются вашему вниманию. Ну и напоследок надо сказать, что сейчас практика использования электронного учебного курса привела меня к такой идее, что мы должны поменять парадигму обучения на следующую, что мы рассматриваем студента. Раньше во время обучения мы, так сказать, нам было вообще в принципе, мы рассматривали студента как пассивный объект для обучения. То есть мы его, он, так сказать, объект, мы туда что-то с ним какие-то делаем манипуляции, знания ему напихиваем и так далее. А с появлением электронного учебного курса, с переходом на электронные учебные курсы, надо поменять парадигму и надо воспринимать, поскольку студент активно участвует в электронном учебном курсе, то, соответственно, мы его рассматриваем как создателя нового учебного контента. То есть он нам высылает задания, он нам дает ответ на вопросы теста, он участвует в каких-то дискуссиях, которые в соцсетях, ну не в соцсетях, а в нашем курсе происходят. Вот, в результате у него остается, после него остается вот эта масса информации, которая в ходе учебного курса возникает, и это называется цифровой след. То есть мы теперь рассматриваем уже студента не как пассивного участника учебного процесса, а как активного создателя нового учебного контента. И это большая перемена, перемена в парадигме мышления, и она требует соответствующих инструментов. соответствующих инструментов для того, чтобы использовать те информационные ресурсы, которые остаются после обучения на курсе. По крайней мере, это оправдано с точки зрения того, что вы все педагоги, вы все работаете в каких-то учебных заведениях, с вас у всех требуют писать статьи. Почему бы вам тогда не воспользоваться дармовым, дармовым, по сути дела, педагогическим контентом, и не начать с помощью этого контента писать статьи? Это как минимум. Следующее. Ну, про информационную технологию мы сказали, поскольку в порядке, опять же, информационного следа здесь есть определение того, что такое информационная технология, что такое цель информационной технологии. Цель информационной технологии – это производство информации для ее последующего анализа. То есть мы все больше и больше, то есть наша жизнь в информационном обществе отличается тем, что информация становится товаром, она становится ресурсом для анализа. С ее помощью можно анализировать информацию, с ее помощью нужно анализировать ресурсы, это ценность, и мы должны эту информацию использовать. Ну и, соответственно, цифровой след – это данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, представленной в электронной форме. Цифровой след используется для анализа развития человека с целью подтверждения получения нового опыта деятельности, подготовки рекомендаций, по следующему шагу развития накопления данных о траекториях развития для совершенствования системы рекомендаций. Вот и, собственно, вот мы поговорим про цифровой след, про смену парадигмы и как работать с этим цифровым следом. Продолжение следует... Виноват, 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 виноват. Еще раз тогда читаю вопрос. Выходит, что любой, кто окончит ваш курс, впоследствии сможет самостоятельно применить навыки в любом учебном заведении, которое хочет начать обучать дистанционно. Я еще раз скажу, что ответ – да. Потому что, кроме тех случаев, что мы не будем лезть в компетенцию системных администраторов, которые разворачивают вот эту среду, но если вам предоставлен доступ к ней, там есть у вас логин и пароль для входа и соответствующая права, туда остальное вы сможете сделать. Так, как будет организовано выполнение практических занятий? Ну, мы используем у себя, поскольку название было «Проектирование электронного учебного курса на платформе Moodle». Соответственно, мы используем платформу Moodle, LMS Moodle, и в рамках вот этой вот вам будет предоставлен собственный учебный курс, которым вы сможете экспериментировать. Так, еще вопросы? Так, есть еще вопросы? Собственный курс – это свой или тестовый ваш? Собственный курс – это собственный курс. Я не очень понимаю, как вы это различаете, потому что вам будет просто как бы дана возможность дать доступ к курсу, и вы сможете его набивать любыми элементами, которые вы считаете нужным. Хорошо, пожалуйста. Так, еще вопросы? Есть еще вопросы? Ну, не знаю. Вопросов вроде больше нет. Ну, еще, еще, еще подождать. Вопросов? Ну, какие-то ссылки на статьи есть. Если вы хотите, я могу, могу дать организаторам еще ссылки на остальные статьи. Они, кстати, довольно популярны, их хорошо цитируют. Буду дать организаторам ссылки. Пожалуйста. Приходите. Я был дуран. С вами пообщаться. Пожалуйста. Ну, давайте я тоже всем скажу до свидания. Скажу спасибо, что зарегистрировали, что потратили с нами. Это всегда хорошо. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.